Это нам нужен пример тому, что любые предстоятельства иметь красивую помощь. Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас этим мартовским, субботним, ясным утром. Сегодня я хочу поговорить с вами про несуществующие барьеры в нашей жизни и о том, как их преодолеть. Само слово «несуществующий барьер» говорит нам о том, что, собственно, его и не существует. Так в чем же тогда проблема? Что мы должны преодолевать? Ведь существует что-то, что мешает нам жить, что наносит урон качеству нашей жизни? Ведь поставлен же так вопрос. Многим знакома притча о медведе, которого поместили в тесную клетку, и там он топтался день изо дня туда-сюда, четыре метра вперед, четыре метра назад. Через несколько лет медведя выпустили из клетки, но медведь никуда не уходил. Его психика была ограничена этими уже несуществующими прутьями. Так и продолжал ходить медведь четыре метра туда и четыре метра обратно. «Присмотритесь! Никаких клеток нет!» «Все они только в вашем воображении!» «Вы свободны!» «Вселенная изобильно», – неустанно повторяют нам психологи и учителя духовных практик. Когда-то я считала эти слова просто приободряющей фразой. И вдруг «пинг!» И я осознала, насколько это истинно и точно. Например, материальных и духовных ценностей на земном шаре хватит на всех с лихвой. Полки в магазинах ломятся от товаров и продуктов. На все нужны деньги. Но и деньги – это всего лишь эквивалент этих ценностей, которых хватит на всех. Вопрос в том, что мы не видим возможностей. Срабатывают барьеры. В мире все ограничено. Нельзя просить о помощи. Окружающие могут только отнять, но не дать. Все дается только тяжким трудом. Вспомним сказку Ганса Христиана Андрессена «Девочка со спичками». В этой печальной сказке говорится о девочке, которая умерла на крыльце чужого дома в канун Нового года, но так и не посвящалась и не попросила о помощи. Она жила с пьяницей отцом, который заставлял бедняжку продавать спички, чтобы продавать эти деньги. И в канун Нового года отправил ее на шмачках, которые она надела на босую ногу. Они ей были великие, это были шмачки ее мамы. Она их, конечно, потеряла, и она босиком шла по городу, но никто не обращал ни внимания, никто не купил ни спичек. И она так и решила умереть и сжечь эти спички под конец, уже находясь в гряду, замерзая у крыльца чужого дома. И с каждым вспыхиванием ярким этих спичек у ее воображения возникал яркий образ ее бабушки, теплый, светлый образ человека, который ее по-настоящему любил. Девочку никто не научил обращаться за помощью к людям, ведь если бы она постучалась, неужели бы ее не пустили бы, не согрели бы, не накормили бы. Но у девочки были негативные установки. Пожалуй, это пример неправильного жизненного сценария. Эта история могла произойти и в реальности. И наверняка это и происходит где-то. Это нам служит примером тому, что в любых жизненных обстоятельствах нужно иметь просить помощь. Нужно искать возможные варианты выхода из трудного положения. Стучите и открут вам. Ищите, да и обрящите. Просите и дано вам. Кто-то когда-то, скорее всего в детстве, да и на протяжении всей жизни, дал вам ложные установки, ошибочные убеждения. И вот вы ходите по замкнутому кругу, то есть по кругу установившихся нейронных связей в вашем мозгу. Шагните в сторону. Начните мыслить иначе. И вот она полная и ясная картина мира, в которой миллион путей и возможностей. Приведу пример из своей жизни. Когда мне было лет шесть, папа меня взял в театр и мы поехали на такси. Я тогда была достаточно развитого ребенка, уже умела там читать, читать. По счету нам было рубль сорок копеек. Папа дал таксисту два рубля. И мне потом объяснила, что это остальные чаевые. Не попросила сдачу обратно. Ну и я слышала, что такое бывает чаевые, дают на чай официантам, таксистам, что это вот такие денежные люди из таких профессий. И тот, кто дает деньги, тоже денежные люди могут позволить сдать на чай. И в моем представлении такое вот неправильное убеждение, что чай, казалось, стакан чая где-то там в столовой стоит шестьдесят копеек. Ну тогда, для примера, такие были цены. Стакан газировки три копейки, сироп без сиропа одна копейка. И когда я пошла в школу в первый класс, мы повадили сходить в школьный буфет, помимо основных завтраков. И вот я брала себе булочку за четыре копейки. А со мной сидела девочка, и она постоянно брала такую же булочку и еще стакан чая. А мне так хотел чая, но мое вот это ошибочное убеждение, что чай стоит копеек шестьдесят, там это очень дорого. Я могла, пожалуй, в копеек двадцать лет потратить. И однажды она спросила, а в чем ты не берешь чай? Я все время сухомятку ела эту булочку, запивала сырой водой. И такие были булочки. Я говорю, это дорого. Я говорю, а кстати, сколько стоит стакан чая? И тогда Лена посмотрела, говорит, две копейки. Я была так удивлена и подписана. Но самое главное, когда она мне показала, ну там, нитрина, все. Ну, я же интересовалась, что стоила там сколько-то, там, стакан чай, там, семь копеек. Салат свеклы три копейки. Там же такие цены были. Пирожное двадцать две копейки. Корзиночка. Пирожное. Вот чай две копейки. И насколько сужено мое сознание было. Даже это не удосужилось поинтересоваться и посмотреть. Вот таково было неправильное восприятие. Ограничивающий убежденный барьер. Это мне недоступно. Это мне не по карману. А не так ли мы рассуждаем, многие из людей, когда говорим о том, что мы не можем себе улучшить. Жилищные условия. Мы не можем отправиться куда-то в путешествие. Это мне недоступно. И даже не ищем вариантов. И даже не рассматриваем никакие возможности. Все работают ограничивающие убеждения. Барьер. Как же избавиться от психологических барьеров? Отслеживать эти установки и перепрограммировать мозг на положительные мысли и чувства. Записывать все те слова, которые создают нам препятствия. Например, Это я не могу себе позволить. Я неспособный. Мир суров. Нельзя ни у кого просить помощи. Отследили, записали и рядом перестроили каждую негативную фразу на позитивную. Все очень просто. Это работает. Например, фразу. Деньги достаются тяжким трудом. Мы меняем на аффирмацию. Моя работа доставляет мне радость, приносит пользу людям и дает мне большой доход. Записываем и повторяем эту фразу каждый день по нескольку раз. Через три недели наши барьеры рухнут и мозг усвоит новую положительную программу. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok